МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 31-33. Сколько подтягиваний делает известный тренер? Как метко стреляет из пневматического оружия заместитель мэра или за какое время пробежит дистанцию врач городской больницы? В Карачаевске во дворце культуры Олимп прошел фестиваль ГТО, который собрал более 200 участников. Эстафету им передал Прикубанский район. Светлана Акбаева побывала на спортивном мероприятии и убедилась, здесь точно готовы к труду и обороне. Во дворце спорта Олимпе Карачаевска проходит не совсем обычные соревнования. Здесь дают нормативы комплекса ГТО. Среди участников соревнований представители власти, врачи, приставы и не только. Готовы ли они к труду и обороне, узнаем прямо сейчас. Начальник отдела внедрения комплекса ГТО Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Курман Тимрезов поприветствовал участников фестиваля от имени руководителя ведомства Рашида Узденова и пожелал успехов всем собравшимся. И вот теперь начинается все самое интересное. Участники на старте, волонтеры помогают с организацией, а судьи готовы фиксировать результаты. Основные виды испытаний проходили в зале и на спортивной площадке. Хороший пример остальным участникам фестиваля показал директор Дворца спорта Алим, заслуженный тренер России по вольной борьбе Алхаз Чучаев. Он выполнил больше упражнений из положения лёжа, чем положено по нормативу. 25, 26, 27, 28, 29, 30. С большим удовольствием в фестивале ГТО приняли участие представители администрации Карачаевского городского округа во главе с заместителем мэра Азретом Караевым. Своим личным примером хотим показать, что развитие комплекса ГТО очень важно в нашей стране. На примере сотрудников администрации хотим популяризировать спорт, языческую культуру в нашем округе. И вот с этой целью устроены сегодняшние мероприятия. Бег на разные дистанции, прыжки в длину, подтягивания, туристический поход на Комсомольскую гору. Эти и другие испытания пройдены. Как отметили в Минспорте республики, к сдаче норм ГТО приобщаются всё больше жителей Карачаева-Черкесии. Любой гражданин Российской Федерации, каждый гражданин, желающий сдать нормативы ГТО, регистрируется на официальном сайте ГТО. И туда вносятся все его данные по видам испытания. И присваивается ему золотой знак, серебряный или бронзовый знак отличия. По окончании спортивного мероприятия участникам вручили кубки и сертификаты. И уже 13 июля фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО пройдёт в Урубском районе. Светлана Акбаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. На этом я прощаюсь. С вами следующий выпуск Вести смотрите в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Хорошего дня и до встречи в эфире. Утро. 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 Утро – это аромат свежего кофе. Утро. 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 Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо. Посмотри, я вообще, я восторген. Эти серёжки себе не одену. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Утро – это улыбки и радость. Утро. 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 Утро – это утро приносит добрый день. Не пропустите Утро России. Карачаево-Черкесия.